Звук этих железных коней был слышен далеко за пределами города. В эти выходные в Набережных Челнах состоялись сразу два вида соревнований по автоспорту. В субботу гонщики выявляли лучшего в чемпионате России, а накануне состоялись традиционные благотворительные треки на Кубок Салавата. Вместе с многочисленными любителями в заключительный день соревнований на ипподроме побывала и моя коллега Эльвира Салахова. Несмотря на раннее воскресное утро, желающих посмотреть на зрелище собралось немало. Трековые гонки проходят в нашем городе уже в 17-й раз. И с каждым разом участников и болельщиков становится только больше. Для поклонников автоспорта по традиции приготовили места на трибуне. А для тех, кому хотелось быть поближе к действу, оборудовали участки по периметру трассы. Чтобы избежать ЧП, территорию оградили красной лентой. Каждый год в этот отнюдь недешевый вид спорта включаются и новички. Так впервые показать навыки вождения на специализированной трассе предстоит и младшему брату президента Татарстана. Раис Мениханов на этих гонках дебютант. Он признается, что в подготовке автомобиля к заезду не участвовал. Машины готовят механики, я только езжу. Поэтому им большое спасибо за то, что они подготовили эту машину. И я думаю, гонки будут очень красивые. Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом. Именно эту поговорку используют участники, отвечая на вопросы журналистов о стремлении занять место на пьедестале. Те, кто поопытнее, самостоятельно готовят машины к заезду. Чтобы автомобиль выступил достойно, отмечают гонщики, в него приходится вкладывать около 300 тысяч рублей. Каждый вечер с мотором, с напильником что-то пилили, что-то строгали. Где-то турбину поставили, где-то что-то готовили, мотор облизывали его. Поэтому замечательно подготовились. Ну, технический вид спорта, железо есть железо. Спорт есть спорт, всякое бывает. Соревнования по автоспорту проходят в различных уголках России. Но именно в Татарстане отмечают организаторы. Подготовки трассы, да и самих участников подходят значительно ответственнее. Отличается во многом и средства обслуживания, и, скажем, милиции, ну, полиция сейчас. Это служба, меры безопасности. Я всегда шучу, говорю, какой бобик сегодня будет охранять нас по периметру. Как признаются многие участники, выжимать педаль газа до упора они могут себе позволить только на соревнованиях. В обычной жизни правила дорожного движения для них никто не отменял. Гонщики по себе знают, что значит разгоняться до 160 км в час и какие последствия могут быть от такого лихачества. Эльвира Салахова, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.